Ямы, ухабы и выбоины. До недавних пор именно с этими словами ассоциировалась дорога по улице Ильича в городе Железнодорожников. Более одного километра полотна начали обновлять осенью прошлого года. Сейчас дорожники выходят на финишную прямую. Еще один участок – улица машиностроителей, автодорога «Аниш». Средства на ее ремонт выделены из фонда моногородов. Сдаем до конца этого года. Хотя написано здесь у нас до сентября, но откровенно скажу, там есть проектные проблемы. И до конца года сдадим. Стараемся сейчас все проектные вопросы решить, чтобы в зиму не уйти. Все органы власти налегли, муниципалитеты и контролирующие в том числе органы. Разрешаем эти проблемы. По улице Ильича находится и одно из ведущих предприятий – промтрактор «Вагон». Он производит и ремонтирует железнодорожные вагоны. Из конвейера сходит и сельхозтехника. Ситуации на заводе стабилизируются, внедряются новые технологии. Один из примеров – инновационная двухвостная тележка. Ее конструкция позволяет перевозить больше груза. При этом динамика и износостойкость стали лучше. Тестировался, когда эксплуатация была, там на кольце в Щербинке гонялся этот вагон. Клин практически после 170 тысяч, он не имеет износа подвергностям боковой и наклонной. Инновации не только в экономике, но и в медицине. В Моногороде открыли центр гемодиализа. Третий в республике. Это удалось сделать благодаря программе государственно-частного партнерства. К услугам пациентов – 15 аппаратов для диализа. Амбулаторное отделение открылось всего несколько дней назад, но уже сейчас здесь проходит лечение 19 человек. Я уже наблюдаю по статистике, которую мне сегодня дают жители южных районов Чувашской республики, уже потихоньку-потихоньку начали переворачивать в сторону Канаша. Это здорово. И плюс мы сегодня говорим о том, что обеспечиваем шаговую доступность оказания медицинской помощью, сохранением качества оказания. Через день они должны приходить, проходить эту процедуру. То есть мы продлеваем жизнь для наших пациентов, готовим пересадки органов. Полпред президентов ПФО Михаил Бабич ознакомился и с ходом реконструкции стадиона «Локомотив». В этом году здесь постелили новое футбольное поле с искусственным покрытием. На это потребовалось почти 20 миллионов федеральных средств. На следующем этапе реконструкции планируют сделать беговые дорожки и легкоатлетические секторы. Канаш обновляется и большую роль в этом играет поддержка Фонда развития моногородов. Новая автодорога «Аниш», реконструкция биологических очистных сооружений и строительство индустриального парка. В свое участие в последнем уже подтвердили 15 резидентов. Михаил Бабич поинтересовался, какие у участников есть обязательства по реализации проектов. Предварительно мы соглашение подписали. Банки дали соответствующие свои подтверждения, что они готовы их кредитовать. Резиденты по их стандартам подходят. Реально залог обеспечения тоже они подтверждают. И рассчитываем, что кое-какие изменения или корректировки по результатам будут, но уже не менее 50%, которые реально в работе и реально будет все это реализовано. У города хорошие перспективы. К 2020 году рост объема отгруженной промышленной продукции должен увеличиться на 25%. Рост доли малого и среднего бизнеса на самом деле у дельной войска наше он хороший на 43%. Здесь мы оказываем государственную поддержку с учетом принятых государственных федеральных программ. Зарплата должна увеличиться на 28%. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.